Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали мне ее, тогда подай. Обеспечь, коль я достоин, и понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Вот пришел, а там гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку. А достал бы я. Казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг, и на разные вопросы отвечал бы я. Не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как, когда. Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только б слушали девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего. Но позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. И снова. Нет. Нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин. Добрый малый. Что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало. Загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки. Почки стали вновь листвой. Но не носит писем почта в край родной. Смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги. Нет, нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.